У нас сейчас по программе очень приятное событие, действие. Мы передаем подарок от фонда «Русский мир» комплекты библиотеки, книжные комплекты в рамках нашей вот такой целевой программы «Уголок русского мира». Мы надеемся, что наши книги, которые мы привезли из Москвы, вместе с плакатами о русской культуре и другой сувенирной продукции помогут вам еще больше полюбить русский язык и совершенствовать навыки в его владении. Поэтому я передаю слово Ирине Анатольевне Степановой, начальнику управления образовательных программ фонда «Русский мир», а я являюсь заместителем исполнительного директора фонда «Русский мир». Исполнительный директор, может быть, вы слышали, у нас в фонде Вячеслав Никонов, известный политолог, к тому же и председатель фонда «Политика» и фонда «Единство во имя России» и член общественной палаты Российской Федерации. Вот я являюсь его заместителем. Наверное, это действительно здорово для всех, для нас, что такой фонд появился, потому что его главная задача поддерживает русский язык, программы изучения русского языка, культуру, литературу. Давать максимальные новые знания о России, о том, что сейчас там происходит, о том, как живет культура, чем она развивается, о новых поколениях, новых учебниках, методиках, авторских школах и вот всем остальным. Добрый день еще раз всем. Мы очень рады вас приветствовать. Фонд «Русский мир» сегодня проводит вторую акцию по открытию уголков русского мира в Чехии, потому что в одной из гимназий в Праге мы уже открыли уголок русского мира. Но нам очень приятно, что из других городов нам приехали ребята вместе с преподавателями для того, чтобы получить подарок книги. И книги на русском языке. Книги для того, чтобы лучше узнать наш язык, для того, чтобы больше прочитать на русском языке. Вы знаете, каждая из гимназий получит от нас не только книги, которые вы просили нас, и мы выполнили вашу просьбу, но каждая из гимназий получит наши небольшие сувениры. У фонда «Русский мир» есть своя фирменная майка, фирменная футболка. И она имеет девиз, которым руководствуется в своей деятельности фонд «Русский мир». А девиз-то звучит так. Время говорить... Здравствуйте. Время говорить по-русски. Нам бы хотелось, чтобы это время говорить по-русски настало бы в вашей жизни. Мы очень надеемся на это. Ребята учат русский язык. Но как бы они могли учить русский язык без тех, кто им преподает этот русский язык? Ученик ведь силен своим учителем. И ни для кого не секрет, что любовь к предмету рождается через учителя. Если у каждого из нас был в жизни хороший учитель, то мы и... Сознайтесь, что мы и любили этот предмет. И многие из нас выбили свои профессии, обязаны тем учителям, которые подарили, передали нам свою любовь к этому предмету. Мы попросим пригласить сейчас преподавателей трех гимназий города Духцево. Помогите. Шибра. Это очень сложное сочетание. Почти. Игранца. Гралова. Пожалуйста, преподаватели, будьте добры, подойдите к нам. Мне хочется передать каждому из преподавателей еще, помимо нашего большого подарка, эти книги, подарок тяжелый. Я надеюсь, вы приехали на машину для того, чтобы убезти это в гимназии. Мы сказали много и от души, и от сердца. Но хотелось бы услышать и наших коллег, и студентов, которые изучают русский язык. Поэтому микрофон свободный. Я готова передать его любому из вас, кто захочет что-то сказать на русском языке.